Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о такой теме, как управлять своим вниманием, как справляться с неприятными ощущениями. На самом деле в уме очень много есть того, что нам не нравится. Бывало ли вы с вами такое, что, например, хочется от чего-то отстраниться в своем уме, или наоборот, навязчиво хочется чего-то делать, а на самом деле оно не получается, и все больше и больше усилия на самом деле все равно не получается. Вот это все как раз и связано с умственным зарядом. Чем больше такого заряда накапливается в уме, чем человеку сложнее становится жить. То есть видели вы наверняка людей, которые бывают просто как такая машинка, действуют по какому-то фиксированному пути и отлучают какие-то идеи, но на самом деле даже непонятно, есть ли у них свободная воля, есть ли у них осознанность или нет. То есть вот такие биороботы по сути. И чтобы убрать этот заряд, важно понять, как он образуется. То есть когда человек проходит через какие-то негативные инциденты, связанные с болью, бессознательностью, угрозой выживанию, появляется отстраненность, то есть нежелание принимать это. Но это все равно записывается, потому что даже если сознание не действует в полную мощь, то оно записывается, можно сказать, в подсознании, то есть в том уме, который работает на основе стимулы реакции. И приходят какие-то похожие события, начинает человек вновь чувствовать, например, злость, головную боль или какие-то неприятные ощущения. И важно научиться управлять своим вниманием, потому что в данном случае, который я привел, получается ум управляет вниманием, а не сознанием. Чтобы это перевести в уровень осознанности, важно разобраться, как происходит запись заряда, и потом его убрать. То есть если, например, в случаях бессознательности, это не значит, что это уже все, скажем так, прошло, и этого нет. Нет, оно есть, оно сохранилось, и эта запись присутствует. И можно отследить, даже, например, если вы почувствовали, что где-то болит голова, вернуться в этот момент и посмотреть, а что же включилось в этот момент. И двигаясь потом глубже, 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 вы дойдете как раз до того случая, когда была настоящая боль и бессознательность. И пройдя его какое-то определенное количество раз, то есть воспроизведя от начала до конца, как есть, вы почувствуете облегчение, вы почувствуете, что больше этого негативного заряда нет, и случай не воздействует на вас. Вот такой простой процесс исцеления. Также для управления своим вниманием можно применить процедуру, связанную с объектами. То есть когда вы просто гуляете, переключите ваше внимание на объекты внешние, то есть на деревья, дома, людей, что-то, что происходит дальше, ближе. То есть таким образом вы тоже учитесь управлять своим вниманием. Но в данном случае вы не исследуете то, что произошло внутри вас, а вы наоборот переключаете свое внимание на внешние объекты. И тоже происходит таким образом исцеление, вы учитесь управлять тем, как, допустим, свое внимание перемещать на внешние объекты. И вы видите, что это вы причина, что вы как сознание можете делать то, что вам хочется. И соответственно ваше состояние улучшается. На самом деле есть огромное количество способов, как можно научиться управлять своим вниманием. И самое главное, это чтобы вы чувствовали эффективность. То есть чтобы вы чувствовали, что вы действительно становитесь способнее, осознаннее, у вас появляется больше уверенности и меньше, конечно же, негативных эмоций, меньше бессознательных каких-то решений. Потому что вы как осознание можете творить свою судьбу, творить свою собственную вселенную и действительно управлять своим вниманием так, как хочется. А справляясь с негативными эмоциями, с негативными суждениями, вы понимаете, что тоже вы причиной, что вы можете это исправить, рассоздать. То есть нет ничего такого, что невозможно исправить. То есть нет какой-то такой судьбы, рока или кармы. Все это исправимо. И это в ваших руках. Если нужна какая-то помощь, то пишите. Не стесняйтесь, я открыт к общению все мои контакты под этим видео. И, конечно же, буду рад вашей подписке на мой канал. И поделитесь видео со своими друзьями, им тоже, вероятно, будет интересно. Вам счастья, осознанности и до скорой встречи.